Всем привет дорогие друзья! Пришла зима, с ней пришли морозы, холода, постоянно автомобиль в снегу, постоянно иней какой-то мороз, наледь. Сегодня мы будем говорить о том, что делать, чтобы дворники не примерзали к лобовому стеклу, да и в принципе, чтобы на них не намерзал ни лед, ни ничего другого, то есть чтобы они нормально работали. Потому что бывает такое, что приходишь в автомобиль, их даже включать нет смысла, потому что их даже рукой поднять невозможно. И сейчас я вам покажу, что можно очень часто увидеть на парковках, то есть вот сколько автомобилей стоит на парковке, это очень частое явление. То есть вот так вот мы можем увидеть практически на любой парковке и практически очень часто и у любого автомобиля. Люди делают это, поднимают дворники, да, это действительно работает и это помогает, дворники не замерзают. Они не примерзают к лобовому стеклу, но это тоже как бы не выход, это тоже не метод решения этой проблемы. Потому что каждый раз, выходя из автомобиля, поднимать свои дворники из-за того, чтобы резинки дворников не примерзали к лобовому стеклу, это тоже очень плохое решение. Хоть оно и работает, но я считаю, что оно не подходит. Сегодня мы будем с вами разбираться подручными средствами, что можно сделать, чтобы они больше не примерзали. И не надо было делать такую вот процедуру. Значит, чем можно исправить эту проблему? Смотрите, вот я беру полироль, обычный полироль для торпеды. В принципе, то же самое, что и это средство для обработки дворников. Почему я беру именно этот полироль? Вообще не важно, полироль для торпеды. Потому что в нем есть силикон. И как раз нам эта основа и нужна для того, чтобы покрыть нашу резинку дворников. И обработать ее специальным вот этим силиконом. Резинки не будут приставать, не будут рваться, не будут трескаться. И все это дело у нас будет в порядке. Просто берем, наносим все это средство на тряпочку и просто обрабатываем резинку дворника. Никаких разводов, никаких жирных пятен не будет. Можете не переживать. Плюс такой процедуры тот, что резинка больше не будет рваться и приставать к лобовому стеклу. А уж тем более не будет собирать на себе каких-то намерзаний или еще чего-то. Также делаем мы с этим дворником полироли много силиконовой основы, смазки. В принципе, все то, что нам надо. Обрабатываем резиновую часть дворника и больше никаких проблем у нас не будет. Друзья, также больные места наших дворников вот в этих вот местах. То есть где оно может примерзать. Вот здесь видите, где он ходит. Тоже желательно без тряпки, конечно, желательно полиролью или чего-то туда налить силиконом. Потому что здесь вот тоже обмерзает все и потом дворник просто вот не двигается вот в этом вот направлении. Вот так, друзья, мы можем просто избавиться от этой проблемы. Берем обычную полироль для торпеды, потому что там есть силиконовая смазка. Почему, когда вы наносите эту полироль, просто растираете тряпкой, оно аж блестит. Потому что все это покрывается защитной пленочкой, защитной корочкой, которая и создает красивый цвет нашей торпеде, нашим резинкам, то есть обделкам салона. И поскольку там есть силиконовая смазка, это тоже подходит для дворника в автомобиле. Когда мы наносим на дворник, на резиновое изделие дворника полироль, резинка становится мягче. Она напитывается вот этой вот полиролью и в следующий раз не будет просто примерзать к лобовому стеклу. И когда вы в следующий раз придете с утра поднять свой дворник, проверить или примерз он, он спокойно поднимется. Даже если лобовое стекло, все будет у нас в льду. Поэтому, друзья, вот такой вот хитрый способ побороть на мерзание дворников. Еще у меня есть один вариант такой, я рассказывал, было у меня видео, где я рассказывал, где может автомобилист применять вот такой вот аптечный аппарат глицерин. То есть вот он у меня в руках, бутылек, его в принципе тоже достаточно будет на несколько использований для дворников. Берем, наносим на тряпочку, это для тех, у кого нету полироль и вообще ничего нету, я понимаю, есть всякие моменты, тяжело купить там, то, сё. Берем вот такой вот глицерин, то же самое делаем, что я делал на тряпочку, наносил полироль, а вы наносите глицерин. Наносим на тряпочку и просто протираем резинку дворников. Если будут такие комментарии, что это будет собирать в себе пыль, то есть глицерин, если будет собирать в себе пыль. Друзья, я уже вам говорил, что глицерином можно обрабатывать даже резиновые уплотнители дверей. Почему именно зимой? Потому что зимой нету пыли, нету грязи, нигде не стоит туман песка, нигде не стоит туман пыли. Поэтому зимой можно пользоваться даже глицерином. Только помним о том, что по приходу весны дворники нужно будет снять и хорошо прочистить, промыть. Ну а я, друзья, думаю, я вам объяснил всё то, что, в принципе, должен был объяснить. Я думаю, всем понравился этот видос. Если вам понравился видос, то обязательно ставьте лайк, поделитесь этим видосом, если у вас есть возможность. И подписывайтесь на этот канал, друзья. Будет ещё очень много интересной информации, как, что нужно сделать, поскольку идёт зима. Ну а я на этом буду с вами прощаться. Всем пока, друзья. Надеюсь, вам было полезно посмотреть этот видос.